Добрый день дорогие друзья, с вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим интересные идеи на конец июня. Давайте начнем с нефти. Что примечательного и интересного произошло на нефти, я сейчас вам покажу. Вот такой у нас был уровень, да, 75 в районе, 74,96. И что примечательного было вчера? Это было примечание на часовом графике. Я вчера уже рассматривал под вечер, да, картину эту. И что мне бросилось в глаза. Вот был уровень. Примерно так я себе его очерчивал. Вот. И вчера, вернее прошу прощения, 23.06, да, потом у нас на следующий день 24-го, была уже нисходящая, этого мы не видели, да, вчера вот так так было. Честно, я уже рассматривал на то, что это все-таки будет снижение. Объясню почему. Во-первых, вот такая картина была, у нас эта свеча загонялась под уровень, да. Если взять, я вот так вчера отметил себе все-таки, этот был у меня уровень ключевой, потому что мы сразу начали загонять под этот уровень. Этот день у нас закрывается выше уровня, да, выше 32 копеек. И вчера нас загнали сюда. Я думал, что это будет разворотная точка, что и подтвердилось, да, на часовом темпферме. Но что мы увидели под вечер? А под вечер мы увидели то, что эта тенденция была сломлена и был сделан перехай вот этого хая. Теперь все смотрится обратно же наверх, потому что у нас рисуется картина все-таки по тренду, да, ни о каком изломе пока говорить рано. Но вот это были для меня первые звоночки. Я рассчитывал вчера, что все-таки мы в пятницу скорректируемся и в понедельник уже начнется какая-то коррекция, потому что очень мы длинную дистанцию прошли без каких-либо весомых коррекций, да. То есть были откаты, но коррекции как таковой не было. Но, как мы видим, тренд набрали сильный и тяжело его как по инерции, да, остановить. Поэтому если мы закрываемся, а лучше, да, если мы закрываемся выше вот уровня 76, я бы рассматривал на продолжение лонгов, да, значит формация не отработала. Но если все-таки это был ложный вынос, да, и мы все-таки будем закрепляться следующую неделю где-то в этом районе 75, 74, 70, это вообще было бы шоколадный шоколад, вот здесь бы я бы уже посмотрел на короткий отскок, на короткий отскок, потому что непонятно будет ли это снижение полноценное, то ли это будет просто откат. Но тем не менее это уже будут первые звоночки. Пока я же говорю, модель моя вот эта поломалась, которую я себе вчера выдумал, да, или действительно увидел. Поэтому только постфактум видно, что модель не отработала и сейчас нефть все же продолжает свое уверенное шествие. Почему еще это было подкреплено данным инструментом, то есть доллар-рубль, как вы видите, начал ослабевать, да, все-таки он сколько укреплялся, начал ослабевать, вот здесь уже разворотную какую-то модель начали рисовать. Тем не менее благополучно ее залили. Также самое я отмечу на часовике, вот был уровень примерно в этом районе, да. Здесь еще фьючерс это свежий, да, он только начал торговаться, я бы не брал этого внимания. Примерно 15-го, по-моему, 16-го была экспирация. И вот здесь уже начался нормальная, объемная, да, торговля. Поэтому я взял за основу вот этот уровень, что мы сегодня видим, что мы его пробиваем. И, скорее всего, инструмент продолжит свое шествие вниз по тренду. Из-за этого, естественно, и модель на нефти, да, сломалась, потому что рубль завязан исключительно, да, на нефти. Сейчас корреляция уже не такая большая, да, иногда поотвязываются инструменты. И определенные месяцы, определенную фазу рынка вообще не ходят, да, за нефтью. Но, тем не менее, небольшая корреляция все равно сохраняется, потому что страна не стала изготавливать что-то другое, да, у нее как были нефть и газ. По сути дела на этом и выезжает, да, Российская Федерация. Смотрим дальше. Евро-доллар. По евро-доллар была интересная ситуация ранее, да, до вот этого такого слива, да, как говорит некрасивое слово, сопля. Да, бросили, непонятно, сломали нам красоту все на графике, поэтому непонятно. Или мы пойдем тестировать, да, все-таки эту зону. Указали, что здесь есть лимитная заявка, да, которая съела весь этот объем. Пока не ясно. Поэтому смотрим. Я бы отметил выход из этого диапазона, но пока, вы видите, придерживает нас и нижнюю границу. То есть есть какой-то канал, пока стоим. Единственное, что плохо по теханализу, да, если взять так. Это то, что мы упали и стоим. Нет отката, да, обычно есть откат, здесь удерживают. Что свидетельствует о том, что, скорее всего, пойдем ниже, да. Но не исключено, что если мы выйдем выше, да, вот этого канала, может быть какой-то все-таки отскок в район там 1.20.62. Или повыше, это где-то к этому уровню 1.21. Вот, но пока удерживает нас внизу. То есть мы упали и стоим. Скорее всего, будет продолжено движение. То есть будем вот так загибаться. Но это мы можем сказать только после того, когда произойдет еще один укол в 1.973 и закрытие будет ниже. Тогда мы можем сказать, что от этого уровня взять какую-то короткую позицию и по тренду посидеть. Тогда мы будем полностью правы, даже если мы получим стоп, мы сделали все по правилам. Но если мы будем закрываться выше, тогда уже на следующей неделе я рекомендую посмотреть на открытие лонговых позиций. С целью, еще раз повторюсь вам, 1.20.50, да, где-то в этом районе, потому что тоже контракт был не расторгованный. На эти уровни особого внимания я бы не обращал. И цель повыше. Что интересного по золоту? По золоту ситуация очень похожая. Упали, опять стоим. Но что по золоту примечательно? То, что еще и хвосты бросают вверх. То есть тем самым закрытие идет ниже. Все, весь рост, который происходит за день, весь сливается. То есть каждый раз идет все ниже и ниже и ниже. Что интересно было бы посмотреть на следующей неделе. Сейчас мы отметим также уровень в районе, это ключевая точка будет у нас. Но я бы все-таки взял вот так, потому что именно этот паранормальный бар уколол в какую-то цену. Мы закрылись ниже, но потом сразу же нас выкупили. То есть ключевая цена все-таки будет в районе 71 и вот 64 с копейками. Вот здесь я бы посмотрел, пока мы стоим на часовике у нас, если взять более локально боковик. Вот такого рода боковик. Пока стоим. Лаи все понижательные, поэтому что нам ждать? Я бы ждал все-таки пробития, вот я как сказал, да, 17.71. И тогда уже смотреть на продолжение движения вниз по тренду. Пока не смотрится, что золото готово к какому-то росту, да, или отскоку. Пока смотрим все-таки на снижение. Но сегодня открытие было вверх, да, поэтому я бы не стал сегодня вообще его трогать. Вот когда оно откроется красиво вниз по тренду, пробьет этот уровень, тогда я бы смотрел все-таки на открытие шартовых позиций. По инструментам это все, что я хотел сказать. Желаю вам хороших выходных, не болейте, всего доброго.